Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Караганде полицейский покончил жизнь самоубийством. Это культурные объединения получили гранты Акима Карагандинской области. Депутаты в гости к монополистам. Народные избранники продолжают посещать объекты компаний с догадателем. Полицейский покончил жизнь самоубийством во время несения службы. Трагедия произошла накануне ночью возле здания Центра временной адаптации и детоксикации. Вы бы сказали, что ночью-то случилось? У меня ночью не было, я только в день работала. Ну а что слышали? Сотрудники Центра случившимся не знают или попросту говорить не хотят. В ДВД нашим корреспондентам рассказали, что полицейский должен был дежурить в вытрезвителе. Сюда он подъехал на личном авто. Легкоушки он и застрелился. По сведению пресс-службы ДВД области, полицейский выстрелил себе в висок из стабильного оружия. Это произошло около часа ночи. Парню было 25, в органах он проработал около года. 25-летний полицейский полка патрульной полиции УВД города Караганды в органах внутренний дел с апреля 2012 года произвел выстрел в высочную область справа из закрепленного табельного пистолета, в результате чего скончался на месте происшествия. Проводится расследование. Начальник департамента финполиции подал в отставку. 15 апреля Аман Берлейс Абеков, который чуть более года занимал должность главы областного ведомства, подал рапорт об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба финансовой полиции по Карагандинской области. Департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Карагандинской области лихорадит. Клиенты Надежды Ширьиздановой, которая нелегально занималась медицинской деятельностью, пикетируют учреждения и грозят сухой забастовкой. Подробнее в следующем репортаже. Индивидуальный предприниматель Надежда Ширьизданова на протяжении четырех лет осуществляла свою медицинскую деятельность в качестве психолога. Для своих клиентов она проводила консультации и всевозможные тренинги. Стоимость подобных услуг составляла от 12 до 40 тысяч тенге. Однако деятельность врача длилась недолго. По результатам проверки прокуратурой было установлено, что Надежда Ширьизданова осуществляла свою медицинскую деятельность нелегально. Однако с таким вердиктом не согласились ее клиенты. Создалась такая ситуация, когда клиенты, будем говорить, и П. Ширьиздановы нам предъявляют, будем говорить, проводят несанкционированные акции типа протестов, пикетирования, обеспечения сухой голодовки. В общем, прибывают на территории нашего департамента с футболками, с соответствующими органами. Между тем, на встрече рассказали о том, что родственники и близкие клиентов Ширьиздановы обращались с жалобами в адрес врача. После лечения у всех больных наблюдалось ухудшение в психологическом состоянии. Таким образом, в рамках проверки Надежда Ширьизданова была привлечена к административной ответственности. А по решению суда ее деятельность по медицинской психологии приостановлена. Прервемся на рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь. Молочная фабрика Надежда представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии Акцидофилус выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. Надежда – с заботой о вашем здоровье. 700 тысяч тенге на дальнейшее развитие этнокультурные объединения получили гранты Акима Карагандинской области. В преддверии Дня Единства народов Казахстана Баужан Абдиши встретился с руководителями этнокультурных объединений и представителями религиозных конфессий региона. 27 этнокультурных объединений Карагандинского региона получили гранты. 700 тысяч тенге Акима области предназначены для изучения государственного и родных языков, пошива новых и национальных костюмов, приобретения музыкальных инструментов и проведения мероприятий. Такой подарок был сделан ко Дню Единства народов Казахстана. Почетными грамотами, золотыми медалями и орденами Курмет были награждены активисты Ассамблеи народа Казахстана и руководители этнокультурных объединений. Безусловно, самым бесцельным доставимом Казахстана за годы независимости стало единство нашего народа. Именно оно является сегодня главным условием устойчивого роста экономики и, самое главное, стабильности в нашем обществе. И, конечно же, важную роль в укреплении единственного сыграла Ассамблея народа Казахстана. Между тем, Аким области Баужан Абдишев побывал с рабочей поездкой в Актагайском районе. Здесь глава региона ознакомился с социально-экономическим развитием района, посетил объекты социальной сферы, а также встретился с местными жителями. Первая встреча прошла на станции Акжайдак, расположенной на территории Ортодересинского сельского округа. Участники встречи, пользуясь случаем, рассказали главе региона о своих проблемах, которые на станции, построенной в далеком 1967 году, скопилось немало. Когда увидят ремонт автодорога, водонапорная станция и линии электропередач, появится ли здесь дошкольное учреждение и начальная школа, и решится ли вопрос с телефонной связью. У нас даже мобильных телефонов нет. В общем, связи нет никакой. Прошу вас, обратите внимание на нашу проблему. Ни один вопрос не останется без внимания, заверил глава региона. Проблема телефонизации будет решена областной дирекцией телекоммуникации в течение трех месяцев, пообещал Боржан Абдишев. Я специально приехал, чтобы решить ваши проблемы. Все вышесказанное возьму под особый контроль. А это уже село Норманбе от Карабулакского сельского округа. Здесь глава региона ознакомился с работой сельской врачебной амбулатории и средней школы. В районном центре Акимобласти побывал в детском саду Акхыс и даже посадил дерево в рамках общеобластного субботника. Еще одним объектом посещения стал жилой дом, построенный по программе «Доступное жилье-2020». Жилье полностью благоустроено. К нему подведены водопровод, канализация и электроснабжение. Одной из семей, проживающих в доме, подарили телевизор. Затем состоялось совещание актива, на котором глава региона заслушал отчет Акима района и поставил ряд задач на предстоящий период. Прежде всего, по развитию отгонного животноводства и кормовой базы. Для развития этих направлений государством созданы все условия в недавно принятой программе развития агропромышленного комплекса. Нужно только поддержать инициативы хозяйств и оказывать всемирную поддержку. А еще Бауржан Абдишев призвал развивать в Актагайском районе туризм, поскольку земля знаменита известными личностями, богатым историческим наследием. Ряд поручений касался реализации государственных и отраслевых программ. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Депутаты в гости к монополистам. Народные избранники продолжают посещать объекты компании-услугодателей. На этот раз свою работу показали сотрудники Караганды-Су. Модернизация водопроводных станций, приобретение нового оборудования и ноу-хау по-карагандински. Это и многое другое сегодня реализуется в рамках инвестиционной программы. Наш корреспондент вместе с депутатами узнавал, что еще делает монополист полезного для народа. Ознакомить депутатов со всеми объектами компании, конечно, в один день не удалось. Зато визитерам показали то, чем по праву сегодня может гордиться Караганды-Су. Вот, к примеру, одна из насосных станций на Юго-Востоке, которая обслуживает несколько близлежащих многоэтажек. Станцию модернизировали в прошлом году. Здесь установлено новейшее оборудование. Теперь объект полностью автоматизирован. Что это меняет, рассказывают специалисты компании-услугодателя. После замены оборудования мы добились трех основных критериев. Это улучшение качества услуг. Раньше воду жителям подавали с 6 утра до 11 вечера. Второе – это программа энергосбережения. Это оборудование очень энергоемкое. И третье – самое важное – это надежность водоснабжения жителей. В этом году инвестпрограмму планируют завершить. Модернизируют еще 30 насосных станций по всему городу. Народным избранникам демонстрируют пилотный проект. В этом колодце установлен новый редукционный клапан «Дород» израильского производства. Ноу-хау призвано сократить потери воды и автоматически поддерживать давление в сети. Стоимость такого клапана от 1 до 2 миллионов тенге. Зато экономия колоссальная, говорят услугодатели. За счет снижения потерь воды он окупается за полтора месяца. Сейчас в Караганде их 8. В этом году появится еще 10 таких клапанов. Поддержание постоянного давления на выход. Там же получается регулировать микрорайон, а теперь это в сети. А это водоотвод на окраине города. Сюда стекаются все канализационные воды шахтерской столицы. Станция аэрации впервые за 33 года увидела модернизацию. В прошлом году здесь выполнен ремонт двух насосных агрегатов и гидроэлеваторов. Очистили иловые карты, а главное, были полностью заменены 4 секции аэротенков. Общей стоимостью 52 миллиона тенге. Новая система необходима для получения мелкопузырчатой аэрации, которая лучше насыщает воду кислородом. Чем лучше насыщение этой воды кислородом, тем лучше происходит очистка. Здесь сточные воды проходят два этапа очистки – механическую и биологическую. На заключительном этапе очищения получается обычная техническая вода, которая, к слову, больше не используется, а сливается в реку Сокур. Депутаты отметили, что такую воду можно использовать по назначению, к примеру, для орошения земель, а отходы применять в народном хозяйстве. Биологические отходы необходимо использовать для народного хозяйства, для огородничества, для вариантов сжигания низкокалорийного топлива. В этом отношении мы, как депутаты, смотрим, глядим и будем рекомендовать, чтобы наше население получало качественные услуги. Но родные избранники увиденными новшествами остались довольны. Без нареканий, конечно, не обошлось, но тем не менее, работа, которую последние годы ведет компания «Караганды-Су», достойна положительной оценки. Подытоживать, это пятерный сезон. В этом году зима, во-первых, была помягче, во-вторых, те мероприятия, которые мы провели перед зимним периодом в плане подготовки к зиме, я считаю, что «Караганды-Су» провело успешно. На 1200 аварий было меньше, чем в прошлом году. Ирина Камышова, Жасгаббасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Карагандинском областном суде состояло заседание апелляционной коллегии, которое рассматривало жалобу Виктора Иванова и Даулета Алтынбекова. Их обвинили в халатности, когда суд разбирал дело о падении жилого дома в микрорайоне Бесоба. О причинах следственных отношений расскажет Сергей Высокосов. В период строительного бума в начале нового века частная фирма решилась заняться застройкой микрорайона Бесоба. Заявила будущим вкладчикам о самом дешевом жилье. Квадратный метр стоил около 400 долларов. Возникает вопрос экономии. Это вероятная причина всех остальных событий. Проект делает не совсем компетентный человек. Не проводится детальное исследование грунта. Напомним, что это время в 2005 году Виктор Николаевич Иванов, ничего не подозревая, трудится в областном департаменте финансов заместителем директора. А второй осужденный за халатность Даулет Кенесович Алтынбаев и знать не знает о микрорайоне Бесоба и о злополучном доме номер 7. А фундамент домов уже закладывается. 2008 год – мировой финансовый кризис. Стройка начинает буксовать, вкладчики волноваться. Исполнительная власть берет под контроль строительство. И теперь Виктор Николаевич сожалеет об этом. А тогда он уже зам Акима города. Надо было вообще-то мне и исполнительную власть вообще не вмешиваться. Это частные лица. Это люди, которые сами заключили договора без участия в кинотеатре. Это небольшая предыстория, следствием которой стало ЧП в микрорайоне Бесоба. Рухнул жилой дом. Сразу встал вопрос, кто виноват. Те, кто подписывал акт о приемке этого дома. Председатель комиссии Иванов и его зам Алтынбеков. За что их и осудили. Я полагаю, что надо было вывлекать тех лиц, которые давали заключение. Это Лазарев, это Юрченко, это наши алматинцы. Ну представьте, прорабочий проект на это составил человек, который всего-навсего работал прорабом на ДСК города Алматы. Причинно-следственная картина вырисовывается понемногу. Да вот доказывать, что ты невиновен, приходится уже больше года. А это нервы, здоровье. Почему надо было заветомо знающим в мае месяце нас арестовывать, закрывать, сделать шумиху, поднять такой общественный резонанс? Это что, разве профессионализм? Действительно, до решения суда объявлять людей преступниками не столько неэтично, сколько незаконно. А те, кто проектировал, как их тогда называть? Это действительно организованная преступная группа, начиная с геологии, проектировщики, экспертиза, авторский, технический надзор. Мало того, в процессе судебного следствия было выяснено, это почти все родственники. По выяснению причин ЧП, более двух месяцев работала экспертная комиссия из 20 человек. Результат – падение произошло из-за того, что не был исследован грунт. Причина выяснена. Как следствие, обвинены люди, которые поставили свои подписи под актом приемки здания. А подпись, как служивые люди, они не поставить не могли. По закону не могли. Все государственные экспертизы, проведенные институтом карагандинским, экспертами признаны непригодными для безопасного проживания. То есть подписание акта госперемки Ивановым и другими членами государственной комиссии, они не находят, не повлекли за собой именно некачественное строительство. Некачественное строительство было заложено со стадии проектирования. Причинно-следственные отношения требуют, а адвокаты добиваются от суда полного оправдательного приговора Иванову Виктору Николаевичу и Даулету Кенисовичу Алтынбаеву. На первом заседании апелляционного суда было принято решение о переносе заседания на 23 апреля. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, 1-й Карагандинский. В Караганде молодежь отметила свой казахстанский день влюбленных. Он посвящен Кузыкорпеш и Баянсулу. Зал полон молодых людей. Галоконцерт привлек молодые пары и просто симпатизирующих друг к другу людей. Идея организовать свой казахстанский день влюбленных родилась еще в конце 1999 года, но обретает свои традиции и приверженцев только сегодня. Пока нет определенных ритуалов, но время и сама молодежь наверняка придумает и их. А пока концерт, в котором принимали участие и акины, и танцоры, и декламаторы. Исполнители рассказывали о вечной любви, о ее благотворном влиянии на сердца и думы молодых. Ты влюблен, ты любишь, значит, твое сердце открыто для добрых дел, и радость не покидает твою душу. Такой праздник нужен подрастающему поколению. Национальный дух должен питаться примерами любви. Это повышает интерес к казахскому языку и культуре. Мы хотим, чтобы наша страна была сильной в дружбе и единстве. С каждым годом Казахстанский день влюбленных приобретает все больше приверженцев. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. О новостях спорта Берри Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. В Горнятской столице сортовал Кубок Республики Казахстан по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. В соревнованиях принимают участие десятки спортсменов из семи областей республики. Команду Караганинской области представляют именитые спортсмены, призеры чемпионатов мира и Азии. Данил Мусабаев, Рафаэль Фахтильянов и Рузана Рамазанова. Спортсмены подготовлены неплохо. Завтра мы узнаем, кто попадет в финал. В этом олимпийском цикле по новым правилам будут уже разыгрываться предварительные соревнования, полуфиналы и финалы, где сильнейшие будут бороться в дальнейшем на два медаля. Во дворце спорта Даулет стартовало открытое первенство города по греко-римской борьбе в памяти заслуженного тренера Республики Казахстан Виктора Клименко. В соревнованиях принимают участие более 120 спортсменов со всех регионов области. Много зрителей, много участников. Это очень радует, потому что популяризация борьбы в Казахстане всегда была на уровне. Это спорт номер один. И то, что в последнее время идет пропаганда, то, что борьба будет исключена из олимпийского вида спорта, я считаю, это полная ерунда. В Караганде завершились финальные матчи студенческой лиги по волейболу. Ежегодно турнир собирает команды всех вузов города, чтобы выявить лучших. В этом году уверенная игра сборной Карагандинского государственного университета не оставила шансов соперникам. Они стали чемпионами. Студенческую лигу среди студенческой молодежи проводим уже второй год. Основные цели и задачи данного турнира – это популяризация игры волейбол, естественно, выявление сильнейших команд среди студенческой молодежи, естественно, вузов города Карагандин. Ну и самое главное – это привлечение студенческой молодежи к здоровому образу жизни. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау Волнздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова